Здравствуйте, ребята! Начинаем наш урок. Тема нашего урока – особенности построения художественных и нехудожественных текстов. Сегодня на уроке вы вспомните, что такое структурные части текста и их порядок. Узнайте особенности построения художественных и нехудожественных текстов. Научитесь создавать инструкцию. Ребята, я надеюсь, вы читаете много книг. А какие книги вам нравятся? А знаете ли вы, как появились книги? Перед вами книги, пришедшие к нам из древности. Люди раньше использовали камни, папиросную бумагу. Кстати, на этом камне написан рецепт. И в наши дни мы пользуемся бумажными книгами. Интересно, а какими будут книги будущего? Поговорим об этом чуть попозже. А сейчас вспомним порядок частей текста. На прошлых уроках мы говорили о разных типах текстов. Давайте вспомним, в чём же их различие. В тексте повествования обычно сообщается о каком-либо случае или событии. В таком тексте содержится ответ на вопросы. Что случилось? Что произошло? В тексте описаний говорится о признаках предметов. Животного, растения, явления природы, помещения, портрета человека и другое. Рассуждение – это тип текста, в котором человек рассуждает, объясняет и доказывает что-либо. А теперь давайте познакомимся со структурой таких текстов. Итак, текст повествования состоит из первое. Вступление. Зачем? С чего началось? Второе. Развитие действий. Как развивались события? Третье. Заключение. Развязка. Чем дело закончилось? В тексте описания следующая структура. Первое. Вступление. Каков предмет речи и почему он требует описания? Второе. Перечисление существенных признаков предмета речи. Третье. Оценка отношения. Каково впечатление? И тип текста рассуждения. Рассуждение состоит из... Первое. Тезис. То, что доказывается, объясняется. Второе. Доказательство. Аргументы, доводы, обоснования, объяснения. Третье. Вывод. Разберем на примере для наглядности. Прочитайте. Определите тип текста. Определите структурные части текста. Найдите лишнее предложение. Почему оно лишнее? Для начала прочитаем текст. Поле. Просыпайся. Вставай. Новый день на дворе. Выйди в поле. Кого там только нет. Бабочки из цветочных вас сладкий сок пьют. Муравьи быстро сноют по дорожкам. Медведь самой чаще нашел спелую малину. Паучки сети плетут. Ящерки в листьях шуршат. Птицы поют. Что ни шаг, то встреча. Проверим это задание. Это текст описания. В данном тексте есть лишнее предложение. Если вы были внимательны, то нашли его. Медведь самой чаще нашел спелую малину. Почему оно лишнее? Верно, потому что в говорится о поле. А медведь нашел малину в чаще. Это предложение лишнее. Из каких частей состоит текст? У нас есть вступление. Просыпайся. Вставай. Новый день на дворе. Выйди в поле. Вторая часть. Основная. Мы узнаем, кто же там в поле есть и чем они занимаются. И третья часть. Заключение. Что ни шаг, то встреча. Обратите внимание, в любом тексте любое предложение подводит итог всего текста. И мы видим, что текст закончился. Вы отлично справились с заданием. А теперь перейдем к инструкции. Что же это такое? Инструкция. Указание или руководство. Устанавливающий порядок и способ выполнения или осуществления чего-либо. Выполнение какой-либо работы. Пользование прибором и тому подобное. Алгоритм порядка действий. Способ нахождения результата. Виды инструкции. Инструкция по строительству или сборке чего-либо. Инструкция по применению чего-либо. Медицинская инструкция. Инструкция из разряда как сделать. Инструкция по приготовлению пищи. Рецепт. А как вы думаете, инструкции нужны и важны для жизни? Действительно, инструкции нам нужны. Чтобы правильно выполнить работу, следует придерживаться последовательности выполнения действий, то есть инструкции. А если хотим чему-то научить других, то надо самим составить порядок выполнения задания. Алгоритм составления инструкции. Первое. Определить интересующий вопрос. Второе. Составить план, порядок действий. И обязательно формулируйте кратко и точно. Выполним следующее задание. Прочитаем текст. Какие библиотеки будут в будущем? Современная библиотека нужна не только для того, чтобы хранить и выдавать книги. Потому что это вход в цифровой мир. Разрабатываются устройства, которые будут давать пошаговые инструкции, как найти необходимую читателю книгу. Беспилотные летательные аппараты, дроны смогут доставлять книги своим читателям. Как вы думаете, какой это текст? Художественный или не художественный? Правильно, это художественный текст. А теперь определим, какой тип текста? Повествование, описание или рассуждение? Конечно же, рассуждение. Потому что текст отвечает на вопрос почему? Потому что это вход в цифровой мир. Отлично поработали. Перейдем к следующему заданию. Составьте инструкцию. Чтобы книга прослужила вам долго. Используйте слова. Бережно, обложка, чистые руки, закладка. Проверим наше задание. Инструкция. Чтобы книга прослужила вам долго. Первое. Обращайтесь к книгой бережно. Второе. Используйте обложку для книги. Третье. Берите книгу чистыми руками. Четвертое. Используйте закладку. Я думаю, что вы с успехом справились с этим заданием. И сможете в жизни составлять свои собственные инструкции. Итоги нашего урока. Вспомнили структурные части текста. Вступление. Основа. Заключение. Типы текстов. Повествование, описание и рассуждение. Узнали особенности построения художественных и нехудожественных текстов. Научились создавать инструкцию. Молодцы, ребята! Вы справились с заданиями. Желаю вам цвести, расти, копить, крепить здоровье. Оно для дальнего пути – главнейшее условие. Пусть каждый день и каждый час вас новое добудет. Пусть добрым будет ум у вас. И сердце добрым будет. Ребята, урок завершен. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова